Он, конечно, не был узбек-баши с золотыми памятниками по всей стране. Более того, местные, конечно же, подконтрольные власти СМИ восхваляли национального лидера за то, что в отличие от соседей Туркмении и Казахстана он обошелся без культа личности. Но вся власть была сосредоточена в руках его и его семьи. А правил Каримов немало, 27 лет. Забавно, что именно столько составляет и средний возраст в Узбекистане. Едва придя к власти, Каримов столкнулся с религиозными беспорядками в Ферганской долине. Затем всю свою политическую жизнь жестоко боролся с любым намеком на исламизм. Но о бандижане позже. Один из рекордсменов по президентским рейтингам, что не выборы, то непременно 90 с лишним процентов, что ваша Чечня. И если в России главный лозунг «Не хотите лихих 90-х, голосуйте за Путина», то там или Каримов, или ИГУ, Исламское государство Узбекистана. Максимальная светскость и изоляционизм модель, самодостаточность и поиск узбекских ценностей, которые на практике, впрочем, заключались скорее в запрете Дня Святого Валентина, Нового Года и хип-хопа. А никаких вам бейсболок, в общем, носите тюбетейки. Вести свой народ к новому, прекрасному, открытому Узбекистану президент Мерзиёев начал с того, что прямо нарушил конституцию страны. Он, как премьер-министр, на момент смерти Каримова вообще не имел права занимать пост тогда еще и о президента. Но занял. А потом набрал на выборах 88% голосов. Почти сразу Мерзиёев огласил свой план из пяти пунктов. Улучшить строительство, обеспечить верховенство закона, развить экономику, развить социальную сферу и обеспечить толерантность, вести конструктивную внешнюю политику. Заметили? Чего-то не хватает. Слово «демократия», например. А раз ничего по этому поводу не обещал, так и не надо удивляться, что в правительство новый президент привел своих людей и избавился от всех каримовских. Родственники Мерзиёева участвуют в самых прибыльных бизнесах в стране. Банки производства «Нефтянка» везде теперь Мерзиёевские. Сын президента Даврон, по данным независимых СМИ, контролирует энергетику Узбекистана. Нелегальные оппозиции, ненезависимых медиа, огромный силовой аппарат. Вертикаль власти в стране Каримов построил абсолютно по советскому опыту. Ситуация с правами человека не исключение. Инакомыслие каралось тюрьмой. Начал Каримов со своего первого же противника на президентских выборах 1991 года. Поэт Мухаммад Салих по независимым подсчетам выиграл, по официальным данным получил 12% голосов. Был тут же арестован под давлением общественности от Кущи на свободу, а затем бежал. Демонстрацию, в основном студентов, в его поддержку расстреляли соратников, распихали по тюрьмам. Огонь по недовольной толпе Каримов открывал не раз. Самый кровавый момент его правления. Событие в Андижане. Армия тогда расстреляла мирную демонстрацию. Погибли, по данным власти, 187 человек. Правозащитники говорят о 500. Сотни людей оказались за решеткой. Чтобы сразу расставить точки над вот этой буквой из узбекского алфавита. Про соблюдение прав человека в плане Мерзиёева тоже ничего нет. Есть только что-то про религиозную толерантность и межэтническую гармонию. Возможно, для соблюдения гармонии этой все в Узбекистане, независимо от этноса, по-прежнему обязаны собирать хлопок. В 2017-м президент лично призывал прекратить это безобразие. Но через несколько месяцев граждан опять вывели в поля. Кстати, правозащитники обвиняли Мерзиёева в том, что в 2000 году он лично избил учителя математики за то, что его ученики слишком медленно собирали хлопок. Через пять дней после избиения педагог якобы скончался. Проверить эту информацию трудно, но есть другие примеры. Полина Браунерк, адвокат. Мурат Джураев, бывший политзаключённый. У обоих были серьёзные проблемы со здоровьем. Но им власть Узбекистана вовремя не дали выездных виз для лечения за границей. Оба скончались. А это писатель-диссидент Нурило Атаханов. Решил последовать призыву нового президента и вернуться на родину в Узбекистан после двух лет жизни в Турции. На него надели наручники прямо в аэропорту Ташкента. Обвинили в пропаганде экстремизма. Позже отпустили, но обвинения не сняли. Хотя с момента прихода Мерзиёева к власти более 10 диссидентов всё-таки выпустили из тюрем. При Каримове такого не было. Если ты хочешь чуть больше, чем торговать на Восточном базаре, нужно быть приближённым к власти. Бизнес в стране, если он выше среднего, контролировался правящим кланом. А особо важное направление лично с семьёй Ислама Каримова. Пока в стране каждый третий был за чертой бедности, не в состоянии купить мешок картошки, в том числе и потому, что она регулярно была в дефиците, в руках ближайшего окружения президента оказывались сосредоточены все ключевые активы. До ссоры, достойной Шекспира с отцом, одним из таких кошельков семьи была Гульнар Каримова, старшая дочь президента. В какой-то момент преемница. Через фонды и западные счета из страны в её интересах выводились миллиарды долларов. Покупалась элитная недвижимость в Швейцарии, Франции и США. После опалы Гульнара потеряла всё. Сперва ещё при живом отце попала под домашний арест, а с прошлого года и вовсе в тюрьме. Среди активов Гульнары, любящей светскую жизнь, были издательские дома, звукозаписывающие студии и даже узбекских завод Кока-Колы. Простому узбеку, чтобы купить баночку, нужно было по 12 часов примерно проработать на хлопковом поле. Появится ли кола в узбекских магазинах, ещё вопрос. Но при Мерзиёве у каждой семьи должны быть яйца. 10 штук и 40 на продажу. Куры, козы и лимоны в каждую семью. Таков был первый шаг Мерзиёва по борьбе с бедностью. Не сработал. Но на малообеспеченные семьи первый раз за десятилетия вообще обратили внимание. Ещё новые власти облегчили частным организациям доступ к доллару, а гражданам позволили торговать в валюте. Европейский банк реконструкции и развития, впечатлившись, открыл офис в Ташкенте. Местная молодёжь узнала слово «стартап», но пока не знает, что с ним делать. В страну пришли крупнейшие мировые корпорации. Made in Uzbekistan. Скоро может быть уже не только про Деонекси. Изоляционизм Узбекистана при Каримове не только национальная идея, но и главная забава внешней политики. Правда, точнее это было бы назвать не вам и не нам. Все крупные державы обхаживали Каримова и Китай, и США, и Россия. Но он одной рукой мог подписывать договор о размещении в стране военной базы США, а другой о повторном вхождении Узбекистана в УДКБ. Правда, сейчас нет уже ни первого, ни второго. Он опасался и имперских амбиций Путина, и западной демократии. Но хотя обещал оставить после себя страну цветущий сад, завещал бедное государство, зависящее от трудовых мигрантов и их денежных переводов. Президент Мерзиёев предложил отменить выездные визы, которые существовали в стране с советских времён. Но решение вопроса отложили до 2019 года. Мерзиёев заявил, что ослабит визовые ограничения для иностранных туристов, но придётся подождать до 2021 года. Мерзиёев заявил, что нужно открыть границы с соседними странами, Таджикистаном и Кыргызстаном. И открыл. В страну потекли товары и деньги, а ещё мировые политики. У Мерзиёева сейчас каждую неделю встречи и официальные визиты. Либо он встречает, либо его. Таким открытым, пусть даже на первый взгляд, Узбекистан не был никогда. У Шавката Мерзиёева действительно есть шанс войти в историю, как узбекский Пётр I, который прорубил окно в цивилизованный мир. Но шанс, что это окно, в конце концов, зависит всё тем же старым ковром, но с новой фотографией, остаётся.